Всем привет! Как я уже и говорил ранее, направленность канала меняет курс на устройства, которые мне действительно могут быть интересны и дарить новый, уникальный опыт. Например, столь защищенных устройств, как Unihers TikTok, у меня никогда не было. Скажу сразу, внимание этот гаджет приколывал куда меньше, чем миниатюрный братья Джили 2, однако заинтересованные лица при работе второго экрана я тем не менее замечал изо дня в день. Да, стоит упомянуть, что использую я этот смартфон уже более месяца, так что если я выдержал 4 недели полета на аппарате, значит он как минимум неплох. Его цена на момент обзора 319 долларов на официальном сайте без доставки. На Алиэкспресс выходит дороже из-за павающего курса. По характеристикам и возможностям цена вполне адекватная, однако есть за что и поругать. Вообще этот материал больше даже является не обзором, а полноценным опытом использования, поэтому будет содержать и информацию, о которой не сказали другие обозреватели или предпочли умолчать. По внешности устройство как минимум интересное, однако форма шестиугольника тут непонятно зачем. Вероятно, в лабораториях Unihers инженеры решили, что именно такой корпус сможет успешнее справляться с падениями и невзгодами. Мой смартфон упал раз 5-6, причем пары из падений должны были бы закончиться лопнувшим экраном для любого другого смартфона. Но тут все в идеале. Сразу же скажу, что использовал гаджет с комплектным чехлом. Он симпатичен, не сильно увеличивает и без того огромные размеры, поэтому смысл игнорировать его? Нет. Безопасность не бывает лишней. Кстати, смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Никаких милитари стандартов не завезли. Хотя мне кажется, что это и к лучшим, по крайней мере честней. Забавно, что интерфейс Type-C, находящийся снизу, прикрыт заглушкой. Влияет ли она каким-либо образом на стандарт защиты, мне неизвестно. Да и проверять, честно говоря, не хочется. Но сам телефон я не раз использовал в ванной и мыл. Как видите, он выжил. Габариты корпуса внушительные, как и вес. Однако используемая форма и большая толщина в некотором роде творят чудеса. И мизинец, обычно придерживающий смартфон снизу, у меня не так сильно уставал. Были у меня в руках и более компактные гаджеты, от которых кисть буквально сводила судороги. Огромные рамки экрана, пожалуй, порастительные. Все-таки это весьма специфический сегмент защищенных смартфонов. Но вот зачем производитель вырезал в дисплее бровку для камеры, мне не ясно. Вполне очевидно, что можно было сместить модуль чуть выше и поиграться при необходимости с разговорным динамиком, выдавив фронталку в верхний остров. Но нет. Если на правой грани мы видим типичные хромки управления громкости и кнопку включения со встроенным отпечатком пальцев, то слева есть и дополнительные программируемые кнопки. Это отличная идея. Жаль лишь реализация подкачала, ведь даже системное приложение, отвечающее за работу этой функции, частенько загоняется с системы в сон, отчего нажатие на клавиши не переводит ровным счетом ни к чему. Свою работу также средненько выполняет и сканер отпечатков пальцев, то реагируя вполне на приемлемом уровне скорости и точности, то не признавая палец вовсе. Более того, смартфон имеет защищенную подводную камеру, которая не реагирует на нажатие на экран. Однако непостижимым образом она могла включиться при прикосновении к кнопке питания или разблокировки. Какой-либо зависимости я не нашел, и побороть это поведение не представилось возможно. Медиадинамик тут один и расположен сзади, прямо как десяток лет назад или более. Таким образом, в фирменном чехле, положив смартфон на ровный стол, вы потеряете более половины громкости в воспроизводимом медиаконтенте. Естественно, что стерео тут нет вовсе. Переворачивая за смартфон, мы видим главную фишку аппарата. Второй экран. Вот он-то и получал все внимание окружающих. Оформление данного элемента не то что напоминает, а копирует большие мужские часы. Однако никакого профита от этого нет. Компас никогда не указывает на север. Уведомления лишь заголовки от сообщений, а Always on Display нет вовсе, ведь это IPS-матрица. Наконец, качественные селфи на основную камеру делаются с огромной задержкой, частенько смазывая итоговый результат. Пользовался ли я этим экраном? Да, в машине для переключения треков, так как в режиме Android Auto, как и младший братец с Geely 2, у TikTok не работала Яндекс.Музыка. Может быть, на свежих аппаратах оно и работает, с новой прошивкой на базе Android 12. Но тут с барабанными палочками все плохо. И пока я так долго готовил этот ролик, Unihertz успели выпустить новый смартфон серии TikTok, версии S, который в глобальном смысле лучше, лишь более компактным корпусом, а по характеристикам плюс-минус равен старому TikTok. Раз уж затронули тему прошивки, она близка к стоковому Android, недавно в ней вовсе прилетело обновление безопасности, правда от ноября месяца. Но и это неплохо. Однако со стабильностью работы большие проблемы. Несмотря на далеко не самые бюджетные и технические характеристики, смартфон позволяет себе в прямом смысле слова «ронять» приложение. Пару раз в неделю у меня падал браузер Chrome, Telegram, а вместо видео на YouTube порой шло слайд-шоу с 10-15 кадрами в секунду. Да, это происходило не каждый день, но регулярно. Честно сказать, для любого современного смартфона это довольно печально. И если это простительно ультрабюджетникам, как, допустим, недавно обозретому Oppo A17K, то тут более чем за 300 долларов этого быть не должно. В то же время, с точки зрения производительности, TikTok неплох. Да, Dimensity 700 всего лишь на уровне старых 720 и 730 драконов, но для всех базовых функций такой мощности хватает за глаза. Я бы сказал, это как раз минимальный уровень железа, который может предоставить комфортный опыт использования. Отмечу лишь интересное поведение системы с оперативкой. Дело в том, что у смартфона целых 8 гигабайт ОЗУ, которую он не использует практически никогда. Даже если вручную задать приложению настройку без экономии заряда, оно вылетит из памяти как пробка из бутылки шампанского. Проверено многократно. Как итог, из уведомлений у меня работали лишь WhatsApp, Telegram и Gmail. Остальные приложения сразу же после сворачивания впадали в мертвый сон, лишь изредка радуя пушами. Такое поведение положительно влияет на автономность, и смартфон у меня всегда работал не менее двух суток с 7-9 часами экрана. Да и батарея тут, прямо скажем, не маленькая, 6000 мАч. Но что-то мне подсказывает, что подобные результаты работы без подзарядки достигнуты именно за счет столь жестокого обращения с установленными приложениями. Наконец, ближе к концу рассмотрим и основной экран. Если отбросить мои придирки к широченным полям по периметру и вырезу под камеру, то перед нами предстает IPS-панель с разрешением QHD+, и диагональю 6,5 дюймов, с частотой развертки лишь 60 Гц, к сожалению. И все было бы неплохо, если бы производитель не врал по мелочам. Взгляните на юинихерстик ток, имеющий 6,5 дюймов в кавычках, и Pixel 6 с честными 6,4. Хотя, может, конечно, мерили его маленькой китайской линейкой. Однако в эпоху AMOLED вроде бы как приятно встретить смартфон, который щадяще относится к глазам и не имеет шим. Но фирменный обработчик изображения Miravision творит чудеса, причем в худшем их проявлении. Тикток пытается программно завысить показатели контраста, яркости и насыщенности, отчего изображение порой выглядит откровенно убого. Не лечится это и выключением автояркости, которых, к слову, по факту и не работает. Я пользовался исключительно ручной регулировкой. Не работает тут и датчик приближения, причем от слова «совсем». Поэтому разговаривая с человеком, вы можете случайно еще и написать кому-нибудь или осуществить покупку в маркетплейсе. Не удивляйтесь, у меня действительно получалось. Камера. Несмотря на достойный модуль, я бы предпочел о ней не говорить вовсе. Основная камера тут одна, несмотря на два объектива на задней спинке устройства, ведь один из них просто муляж. Программное обеспечение стоковое от Mediatek и максимально унылое. Алгоритмов обработки тут такое ощущение, что нет вовсе. И да, я, конечно же, нашел материал в интернете, где пользователь снимал в рог, и его обработанные снимки были много лучше готовеньких к JPEG. Однако общий уровень фотографий тут очень низкий. HDR нет в помине, а без него в сложных условиях ждать чего-то особенного вряд ли стоит. Вроде бы и совсем ужасным результата не назовешь, но учитывая ценник, довольно стыдно. Запись видео максимум Full HD, без стабилизации и в отвратительном качестве. Фронталка тоже далеко не ушла. В общем, если вам нужна камера, то это не к TikTok. После всего вышесказанного, вы вправе сказать, да что же это вообще за дичь. Однако по скидкам и с прайсом в районе 300 долларов или ниже, он вполне конкурентно способен. Ведь он защищен, имеет NFC, отличную автономность и весьма интересный внешний вид. Ну а стоит ли его покупать, решать, конечно же, вам. На этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.